всем привет друзья начал я готовиться к зимней рыбалке и перебирая зимние удочки смотрите что нашел это наверное самая-самая первая моя зимняя удочка покупал я еще когда был пацаном еще это было в советском союзе цена у них была 1 рубль 30 копеек понятно что очень давно я на ней не рыбачил так лежит на память тут даже есть мормышка на которую раньше ловила куней надо будет кстати этой зимой попробовать раньше довольно неплохо она работала решил я эту удочку отреставрировать соответственно придам ей более презентабельный вид остался у меня вот такой вот хлыстик от зимней блеснилки его я буду использовать на носик соответственно переделаю ручку катушку я так и оставлю и думаю после переделки эта удочка у меня начнет опять ловить рыбу и будет выглядеть намного красивее чем сейчас она в данный момент выглядит сразу же уберу вот эту ручку поставлю только вот эту вот часть с катушкой ладно сейчас все увидите начинаем делать при помощи старой зубной щетки моющего средства немного вот почистим катушечку стала выглядеть она более-менее чистенькой аккуратненькой теперь можно переходить непосредственно к самой реставрации чтобы этот хлыстик залез вот в это отверстие соответственно мне надо будет его немного сточить ну и также расширю вот этот носик при помощи сверла и дрели толщина у меня будет края хлыстика где-то на миллиметр тоньше сразу же расширю отверстие сзади и спереди после этого переднюю часть немного сделаю на конус с помощью надфиля чтобы хлыстик садился более плотно теперь вот на месте где перестает сужаться хлыстик идет ровно в этом месте надо будет мне его отпилить и нижнюю часть немного сделать на конус чтобы она залазила вот сюда вот вот эту вот вторую часть я буду использовать в качестве ручки также ее немного заужу вот сюда вот вставлю а дальше вы увидите как я буду делать ручку как отпиливать и заужать хлыстик я думаю нет смысла показывать сейчас его отпилю ножовкой по металлу потом на наждаке чуть-чуть сниму на конус сейчас все сделаю и продолжим вот таким вот образом отпилил и заузил обе части бывшего хлыстика одна часть теперь спокойно заходит вперед вторая спокойненько заходит в заднюю часть вот что получается ручку буду делать извинных пробок то есть соответственно у них тоже просверлил отверстия все это дело буду садить на супер клей пробок сразу же выровняю края с ровными краями они лучше потом склеятся теперь мне надо будет засверлить отверстие вот в этой вот пробке засверлю отверстие пошире так как здесь она будет одеваться вплотную до самой катушки во второй пробке засверлю отверстие поуже чуть чуть не до конца чтобы здесь вот у меня вот эта часть не торчала а была цельная пробочка просверлил отверстие так вот плотненько теперь все входит нижнюю получилось насквозь просверлить маленько не подрасчитал сразу же немного обработал таким вот образом верхнюю часть теперь вот это вот все дело можно будет начинать клеить заднюю часть обработаю после того как клей высохнет клеить буду обычным быстросохнущим супер клеем сперва вклею основание самой ручки хорошенько вот так вот промажем и вставляем затем сразу же можно клеить верхнюю часть то есть промазали ставили поджали теперь также поступаем со второй частью обязательно вот здесь вот все хорошо надо промазать между пробками чтобы они прилегли как можно плотнее пробки были немного кривые но это ничего страшного сейчас когда подстынет супер клей это будет легко обработать вот в таком положении немного поддавливаем и ждем когда клей высохнет когда клей схватился все это дело очень легко обрабатывается обычной наждачной бумагой можно также на наждачном круге это сделать или при помощи болгарки насадив на нее насадку с наждачной шкуркой я это сделаю на гриндере после того как на гриндере сделал черновую обработку теперь можно обработать это все мелкой наждачной бумагой и ручка готова прям совсем чуть-чуть сгладить убрать мелкие заусильщики и все ну вот друзья вот такая вот аккуратненько красивая ручка у меня получилось удочка готова значительно уменьшился вес тут вот одна вот эта старая ручка весит примерно столько же сколько получилось удочка вид приобрела вообще довольно таки хороший сложенном состоянии будет выглядеть вот так в рабочем соответственно пластик надели вот такая вот зимняя удочка у меня получилось осталось ее оснастить я уверен она будет работать не хуже новых дорогих удочек она мне дорога как память соответственно этой зимой я уже смело могу ее опять использовать ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр всем пока и до новых встреч до новых видео всем удачи